Доржественное принятие присяги проходит возле мемориального комплекса памяти сотрудников органов внутренних дел Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей. Церемония начинается с выноса знамени УФСИН России. Начальник здравпункта Самарского юридического института УФСИН России Алсу Рахимова рассказывает, давать клятву ей уже приходилось. Когда училась на врача, давала клятву Гиппократа. Теперь возникло желание служить в уголовно-исполнительной системе. Решила служить в уголовно-исполнительной системе, потому что, во-первых, у меня есть хороший пример для подражания, поэтому я решила, так сказать, по стопам пойти. Я вообще по профессии врач, окончила Самарский государственный университет, и поэтому у меня в крови, в принципе, и помогать, и служить, и не навредить. Поэтому и в уголовно-исполнительную систему я пошла с легкой душой. Среди тех, кто сегодня присягнул на верность, и Антон Зотов. Младший инспектор отдела охраны колонии недавно окончил юридический институт УФСИН России. В наше сейчас, скажем так, нелегкое время, в связи с специальной военной операцией, нужно начинать защищать свою страну хотя бы с малых рубежей. Предальство Родины начинается, грубо говоря, с малых проступков изначально. Если человек склонен нарушать закон, то он склонен совершить большие негативные мероприятия, скажем так. Временно исполняющий обязанности начальник уголовно-исполнительной системы региона Евгений Заярко напомнил о трагически погибшем в тот день, 25 лет назад, полковнике внутренней службы. Начальник следственного изолятора Сызрани Евгений Бородин боролся с воровскими порядками в СИЗО, за что был жестоко убит. Его принципиальность и бескомпромиссность должна послужить примером для вновь пришедших на службу сотрудников СИН. Кроме теоретических знаний и практических компетенций, каждый сотрудник уголовно-исполнительной системы должен обладать определенным набором личностных качеств. Таких, как забота по отношению к людям и в то же время принципиальность, добросовестные отношения к делу. Александра Гусева, Григорий Плешаков, События.